На одном из недавних оперативных совещаний правительства Ради Хабиров сказал, что парк имени Ленина в 2024 году будут реконструировать. Поэтому давайте пройдемся по нему, посмотрим, как он выглядит сейчас, что в нем можно поменять, а что лучше не трогать. Как договорились, в этом году мы заходим на территорию этого парка с реконструкцией, потому что сейчас памятник сделали, а надо теперь вокруг там навести порядок. Этот парк в центре города один из старейших. Создан во второй половине 19 века по инициативе уфимского губернатора Сергея Ушакова. После 1917 года он стал известен как Парк Свободы, а в 1951-м получил имя Героя Советского Союза Александра Матросова. Позже, когда рядом возвели дом обкома КПСС, парк назвали в честь вождя революции. Тогда и зародилась путаница в названиях. В сентябре 2020 года проходили общественные слушания, обсуждали проект реконструкции парка. Тогда его авторы отметили, что эстетика 70-х и 80-х будет основной. Но уже в 2022 году во время круглого стола общественной палаты проект раскритиковали. Вообще, автор концепции этого парка, проекта, концепции, это специалист из Москвы. Человек не очень знакомый с нашим менталитетом, с нашими потребностями. Капитальный объект кафе, который у нас вызывал большие резонансные обсуждения, он тоже у нас к строительству не предполагается. Мы организуем только площадку для развития личных мероприятий. По последней информации, в сентябре 2023 года был выбран новый подрядчик, которому нужно разработать еще один проект благоустройства парка за 8,5 миллионов. Контракт достался компании Альбит, которая занималась благоустройством парка Аксакова. Два фонтана, которые находятся в разных частях парка имени Ленина, кажутся одни из самых старых в Уфе. Летом, когда они работают, можно заметить, что часть труб уже вышла из строя. Некоторые плитки покосились, и в целом внешний их вид оставляет желать лучшего. Поэтому за фонтаны я бы предложил взяться в первую очередь. Сегодня парк немноголюден. За это некоторые его и любят. У уфимцев, которых нам удалось встретить, мы спросили, каким они видят парк после реконструкции. То реконструкция нужна парка. Здесь, в принципе, нужны брусчатку поменять. Про фонари, конечно, мы думали. Вот это ретро-фонари, конечно, желательно бы оставить. Просто, может быть, поменять сами плафоны. Но, по нашему мнению, конечно, лучше бы сделать его прогулочным, спокойным, да. Думаю, что можно оставить, но только кое-где поправить. Фонтаны надо их сделать более красивыми. Дорожки, чтобы было больше дорожек. Надо, чтобы молодежь была. Оксаковский, вы знаете, как-то? Знаем, да. Вот тут так же надо, где-то горки всякие и так далее, привлечь молодежь. А деревья надо оставить, это раз. Без дорожек парков не бывает, это естественно. Дорожки должны быть. Здесь нет туалета. Вообще нет туалета. Парк называется. Всякие киоски, мороженые воды обязательно должны быть. Это же парк. И летом, и зимой сюда приводят студентов для занятий по физкультуре. Я сам сдавал здесь несколько нормативов по бегу. И накатанная лыжня говорит о том, что люди часто приходят заниматься сюда спортом. Поэтому, если здесь появится беговая дорожка, то всем станет только лучше. В документах, которые размещены на портале госзакупок, говорится, что подрядчик должен был учесть озеленение, дизайн малых архитектурных форм и функциональное зонирование территории. Дата окончания исполнения контракта – 31 декабря 2023 года. Новый проект уфимцам пока не представили. Егор Полторыхин, Нургиз Газимулин и Роман Нугуманов, телеканал ЮТВ.